Детский сад Если он начинает интересоваться другими детьми особенно, то, конечно, вы видите, что ему интересно с другими, что вашего общения ему недостаточно, то вот это вот и является сигналом о том, что нужно задуматься, а не пора ли отдать ребенка в детский сад. Если родитель уже устал, если ему не в радость сидеть с ребенком дома, то, конечно, лучше отдать ребенка в детский сад, чтобы было время и на себя взрослого человека, на свою взрослую жизнь, и общение с ребенком приносило радость. В группы ребят принимают с полутора или с трех лет, но надо помнить, подчеркивают педагоги, что психологический возраст каждого ребенка отличается от того, что написано в свидетельстве о рождении. Каждый малыш уникален. Однако неплохо, если в полтора года он уже научился элементарным навыкам самообслуживания, умеет выражать свои желания и просьбы взрослым. Прямо очень часто слышу эту фразу, вот в детский сад пойдет, там его всему научат. Это не совсем правильно. То есть ребенок должен уметь сам помыть руки. Будет здорово, если он сможет сам себя снять или надеть кофту. Но в принципе в промежутке с полутора до двух лет достаточно будет, если ребенок сможет переодеть обувь, то есть снять обувь уличную, надеть сандали. Застегнуть всегда поможет воспитатель. Если сможет снять сам головной убор, это уже хорошо. Если ребенок сам ходит в туалет, самостоятельно справляется с этим, ну это просто здорово. Ребенку будет очень легко. Если вы отправляете малыша в сад в три года, проверьте, умеет ли он сам одеваться и раздеваться на сон или прогулку. Он уже должен сам пользоваться туалетом. За столом малыш в детском саду будет сам есть ложкой. Неплохо, если он научился показывать разные цвета на картинках. А если ребенок научился различать круг и квадрат, ему будет легче на занятиях. Педагоги говорят, чем больше самостоятельности привьют малышам и родителей, тем легче и интереснее им будет в детском саду.